Приход иконы Божьей Матери всех скорбящих радость для многих меньшан, нуждающихся в особой поддержке общества, настоящая отрада в жизни. Он является достойным преемником дореволюционного радости скорбящинского прихода, закрытого на заре советской власти в Беларуси, отметил епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии. Владыка отслужил праздничную литургию в Святой Ефросиневском храме прихода, первой церкви, построенной в белорусской столице спустя советский период. Именно при современном радости скорбящинском приходе на западе белорусской столицы основан Центр Духовного Просвещения и Социального Служения Белорусского Экзерхата. На приходе существует и школа звонарей, и Минское Духовное Училище, и школа катехизаторов, и издательство Белорусского Экзерхата. Мы видим необычайно широкий спектр направлений работы, которой занимается приход. Имеются мастерские для людей, инвалидов, которые не могут нигде устроиться на работу с помощью современных новых технологий. И, а главное, благодаря вниманию в человеческой душе отец-настоятель смог найти возможность организовать мастерские. И люди с радостью приходят здесь, трудятся. Также в Центре Духовного Просвещения и Социального Служения собирается община глухих и слабослышащих во имя святых мучеников-младенцев Вифлеемских. Действует и молодежное братство в честь священномученика Владимира Хераска, настоятеля дореволюционного радости скорбящинского прихода. Братство организует досуг и помощь для детей из детских домов. Статус центральный в Белорусском Экзерхате имеет библиотека прихода, а приходская воскресная школа для детей и взрослых считается одной из самых больших в Белоруссии. На приходской территории радости скорбящинского прихода строится Второй Кафедральный Собор Минска. Честь иконы Божией Матери Всехскорбящих Радость. Он войдет в тройку самых больших в Белоруссии православных храмов. В следующем году престольный праздник и другие церковные торжества будут проходить уже в стенах нового собора. Самое главное для нас это этот праздник Всехскорбящих Радостей. Действительно не в Святой Ефросиньевской Церкви провести, а в Соборе Всехскорбящих Радостей. Но пока что Господь так надоумил, что мы уже в следующем году начнем там служить, несмотря на то, что какие-то отделочные работы там будут вестись. Но наш приход палаточный. Четыре года нам не мешали брезентовые стены. Сейчас к строящемуся храму подведена горячая вода, что обеспечит возможность богослужений в нормальных условиях. Ведь в Малой Ефросиньевской Церкви уже давно негде яблоко упасть. И, конечно, единственный выход сделать так, чтобы люди, ну, сказал бы так, комфортно, молились, в общем-то, и даже делая земные поклоны, это идти в наш кафедральный собор будущий. И все сделано для того, чтобы это осуществилось. Самое главное для нас было это провести тепло. И мы его провели. Владыка Вениамин на прощание пожелал приходу больше радости и меньше скорбей. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», информационный портал собор.бивай, Беларусь, Минск.